Вход на концерт осуществлялся по пригласительным, которых на всех желающих не хватило. 490 билетов разлетелись за несколько дней. У нас в гостях сегодня приглашены многие. Ну, по-моему, все жители Одинцова, различных сфер, сферы культуры, ветеранские организации. Конечно же, наши почетные гости, администрация Одинцовского района. Потому что для нас это событие и большой праздник. Я первый раз не знала, что вот такие концерты бывают. Просто увидела афишу и решила пойти. Мне дали пригласительный билет, сколько я попросила. Я была очень довольна. Концерт мне понравился. А в этот раз мне даже позвонили домой и пригласили меня. Я прям вообще в восторге. Она говорит, вы у нас уже нас посещали, вы пойдете на концерт. Я говорю, обязательно. Действительно, зрителям есть на что посмотреть. Руководитель Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Балин уже не в первый раз виртуозно объединяет на одной сцене сразу два вида искусства – музыку и кино. Программа у нас построена на произведениях популярных, которые исполнялись в разные годы, как на советском экране, так и на зарубежном. Мы этой программой завершаем серию концертов, посвященные музыке и кино. Ведущие концерта Ирина Ватрунина и Георгий Корчагин общались со зрителями, спрашивали у них о любимых кинолентах. Это помогло создать непринужденную творческую атмосферу. В этот вечер зрители насладились музыкой из фильма «Горячий снег», кувертюрой к фильму «Два капитана», трогательным саундтреком к мультфильму «Король Лев» исполнении Сергея Ручкина, голосами выдающегося дуэта солистов Московского театра «Новая опера» Галины Бадиковской и Сергея Шеремета. В концерте принял участие ученик Андрея Балина Артем Широков. Он играл на двух инструментах одновременно. Оркестр неустанно удивляет своих зрителей. Музыкальный коллектив еще достаточно молод. Он образован в 2012 году, но благодаря высокому профессионализму и несякаемой творческой фантазии уже может составить конкуренцию лучшим коллективам эстрадной сцены. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».